Работать, знаете, надо много интенсивно, понимаешь, до дыма из ушей, чтоб потом ты мог себе позволить самые дорогие антидепрессанты и самого крутого психотерапевта. В главе Торы Ваэйра рассказывается о том, как посланный Всевышним освободитель Моисей принес порабощенным в Египте евреям весть об избавлении. Но они, увы, не послушали его, обессиленные тяжким трудом. Это если переводить литературно, а если буквально из-за спертого дыхания и тяжелой работы. Вот только вдумайтесь, мало того, что рабство было гнетом, отсутствием свободы, необходимостью заниматься тем, что тебе диктуют, так оно же еще и стало препятствием тому, чтобы услышать голос свыше. Очень часто мы себя сами загоняем в аналогичное рабство, когда не продохнуть, не задуматься, не прислушаться. И даже когда нам свыше, Всевышний посылает намеки, сигналы, возможности, мы отмахиваемся. Нам некогда. Это рабство особенно страшно, когда спертое дыхание и тяжкая работа вызваны не просто необходимостью добывать пропитание для себя и семьи, а когда заработок превращается в самоцель. И за нашим трудолюбовым сопением не слышно ни, так сказать, звука тонкой тишины, ни гласа Божьего, ну, слышно, разве что пелешь любимой супруги. Поэтому важно хотя бы периодически сбавлять обороты, переводить дыхание и прислушиваться, чтобы не получилось так, что на претензию к Богу я вкалываю, не покладая рук, света белого не вижу, а где удача, где благословение, где ты, чтобы Бог не ответил, а что я-то? Я тебя пару раз по плечику постучал, но ты решил не отвлекаться. Момент мудрости Сколель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.